Новосибирск Черно-белая цвета дресс-кода элитарного клуба «Что, где, когда» Новосибирск. Шесть игроков по главе с капитаном команды Денисом Рецкиным с самого начала с небольшим отрывом идут впереди телезрителей. Кто-то из гостей в зале, скрещивая пальцы за спиной, нервно пьет кофе. Другие спорят, кому сегодня достанется банк. Это поводы начать войну. То есть вот это вот все, ведро, борода? Да. Ну, некоторых мы фактов не знаем, но проигранные футбольные матчи, разрушенные ульи, да, такое было. Сто пулок. Пять-пять. Благодарите, жалко. Господин ведущий подшучивает. Фраза «Сто пудов» самая убедительная за всю историю игр – определение правоты. Вопрос о лингвистике и животном мире из Волгограда заставляет знатоков вспотеть. Путешественник Гумбольд нашел в лесах Амазонии последнего носителя языка племени Атуры. Некоторое время он даже жил у Гумбольда. Вопрос – почему создать полноценный словарь у путешественника не получилось? Ответ – последний носитель языка был попугай. В последней серии играли команды квиз-сообщества «Бродячьи собаки». В зимней серии мы привлечем две команды со стороны, которые постоянно не играют в квизы, но которые очень хотят играть в студии «Когда», потому что люди с детства видят эту передачу, им интересно в ней играть. Это будут две команды известных в городе людей. Я пока не буду точно говорить, потому что это будет ясно буквально завтра, чтобы никого не обидеть. После небольшой чайной паузы телезрители стараются взять реванш. Знатокам нужно с помощью интеллекта и шариковой ручки понять, почему обычными инструментами художника Манг Асану трудно нарисовать свои произведения искусства. И какое к этому отношение имеет Мертвое море, Северная земля и Солнце? Мы считаем, что этот художник рисует сам, находясь в воде и на плаву. То есть, соответственно, в одном месте вода очень соленая, ему очень легко держаться на воде. В Мертвом море конкретно? Да, в Мертвом море. А в Северных морях вода не такая соленая, поэтому ему надо грести и трудно рисовать. Внимание, правильный ответ. Солнце. Там самое большое количество солнечных дней в году. Счет 5-4 пользу телезрителей. Если бы знатоки догадались, что Манг Асан рисует картины не кистью и масляными красками, а выжигает их при помощи лупы, остальные версии и шутка господина ведущего была бы уже не актуальна. Скоро перестанет ходить в метро, поэтому мы постараемся быстрее закончить утепление. Многие в зале знали на него ответ. И мы понимаем, что вопрос был несложный. Но, к сожалению, команда не ответила, и поэтому к организаторам придраться нельзя. Ну, вот так получилось. Такова драматургия. Ну, стратегии особой нет. Надо слушать своих людей в команде и доверять им. А про сложный вопрос не скажу, а самый интересный вопрос был про попугая. Финал осенних игр «Что, где, когда» закончился со счетом 5-6 в пользу телезрителей. Команда Дениса Рецкина не смогла снять банк и покидает фаворитное место в интеллектуальном клубе Новосибирска. Впереди зимний сезон с новыми вопросами и знатоками. Но это уже совсем другая история. Александр Кожев, Константин Менин. Новости ОТС. Новости ОТС.